всем привет с вами 58 выпуск аудио дайджеста star chair и это финальный выпуск но не в том смысле что последняя в том что большинство обсуждаемых здесь вещей будут связаны с серией файнал фэнтези егор привет привет сегодня с нами Егор и Денис Варягарихсон как обычно бессменный скажем так дуэтик расскажи пожалуйста как ты завалил босса в демке файнал фэнтези оригин stranger of paradise с трудом ну понятно самое точное описание и как тебе ну мы стримили мы стримили ты помнишь да сделали перерыв потому что в трансляциях е3 было небольшое окошко и мы решили постримить это дело потому что демка жила и целый час наверное бегал спокойно там воевал умирал оживал и так далее там подобное и потом добрался до босса и целый час его не мог пройти потом ну и стрим пришлось закончить соответственно потому что было очень поздно сил никаких не было утром надо было на работу и я думаю что мы все устали и 3 уже там была не за горами очередная трансляция следующий день я вернулся с работы отдохнувший посвежевший сел прокачал профессию воина и с первого раза босса этого убил подожди секунду ты вернулся с работы посвежевший и выспавшийся то есть ты выспался и посвежал на работе и пришел домой да я отдохнул от игры от этой потому что она из меня за тот час когда я пытался убить босса выпила все соки потому что меня как бы раз задоривает вот этот момент что я не могу победить какого-то босса особенно в соус лайк играх и я начинаю знаешь как прям вот думать все время только об этом мне такая цель появляется я его победю и вот и так я так выбиваю хардкорные плашки всегда обычно то есть я думаю что вот и у меня есть кусок сложный я обязательно пройду я как-то в голове то проецирую думаю как это все лучше сделать и вот я также на работе ходил думал как бы там это все лучше сделать и просто понял что раз мне хорошо получается именно профессии воина его дубасить надо просто прокачать и я пришел прокачал и убил и все и записал ролик а что-то там такого прокачал я чуть вкачал его навык восстанавливать здоровье боевая скал который покажи мне свой боевая скала и вот это вот сюда классика и немножко там стаминку туда им сюда им короче ну и плюс я его за этот час изучил уже но максимально скажем так поэтому из там 80 процентов атак который он выпускал они шли мимо меня он изредка меня цеплял но благодаря вот этому боевого боевого аскалу скажем так у меня восстанавливалось здоровье и особо банок не тратил плюс первую фазу я научился расколбашивать просто без потери здоровья такая вот ерунда ну и соответственно немножко лута повыбивал пока качался и то есть в целом стал мощнее сильнее и все оказалось не так страшно и теперь я думаю что надо садиться за демон соус все бросать и кудзу 7 демон соус отпуск и короче как-то так давно я соц лайках не выбивал плати знаешь я скажу что мне кажется что в демке вот этой файнал фэнтези там некоторые есть ограничения на лут который ты можешь получить то есть вот я бегал там специально формил формил пробовал и почти не было нового ну то есть новый лут выпадал но лучше чем мне выпадал из более-менее мощных врагов таких которые один раз появились ты убил больше не не появляются ничего мощнее особо не выпадало но вот ты знаешь общее впечатление демки у меня очень скажем так неоднозначная и больше с уклоном в такой скепсис и в ощущение left alive то есть я сто пудов эту игру куплю сто пудов буду не играть но я не жду от нее вообще просто ничего есть вероятность что ты будешь ее ненавидеть поэтому вполне вероятно да то есть потому что она во первых она мрачная и темная слишком сильно то есть там даже гамму выкручиваешь и все равно это не помогает она невыразительная в своих спецатаках и прочих приколов вообще невыразительно то есть вроде бы разработчики хотели сделать зрелищно получилось как всегда хотя в соседних нельзя гайденах и даже в нее у них с из графика и с выразительностью и со всем остальным гораздо лучше и в как бы оправдание что это там демо бета альфа оно не имеет здесь значения потому что альфа нео было лучше этой они выпустили черти когда и это было вообще возрождение проекта о котором никто не знал и потом благополучно забыл и внезапно через десять лет его таки достали с полки а у нас есть айпи давайте его сделаем давайте и быстро сделали при этом я параллельно играю все никак не могу добить с этими всеми е3 и прочими материалами никак не могу добить финалку на сегодня уже наконец-то добью я потому что все ключевое я уже опубликовал все прошел и осталось вот финал к снайпер гоствориор это две главные игры на которых я зависну в этих ну вот в финалку сейчас когда мы допишемся чтобы завтра уже постараться утром опубликовать обзор в субботу и снайпер гоствориор за выходные тоже одолеть там не осталось три миссии добить потому что не хочется уже тянуть и браться за другие игры инди в том числе метро охота посмотреть вот это которая обновленная версия скачал ее 70 гигабайт нифига себе но любопытно будет глянуть что там вообще такое и скажу что финал очка про юфи это это сок просто обалдеть я очень-очень доволен тем что у них получилось на данный момент случае пока до финала самого не дошел там возможно что-то изменится но я сомневаюсь потому что и история прикольная маленькая такая и юфи маленькая такая прикольная ее напарник даже такой достаточно интересный чувак боевая система осталась той же но с новыми фишками там типа синие синергии очень хорошо работает там скажем у них кооперативные атаки они клёвые зрелищная и я сижу подолгу в фоторежиме я просто короче на паузу паузу прожимаю чаще чем кнопку атаки в этой игре ну знаешь потому что на паузу жмешь и вот режим включаешь финалки так работает я в тусиму так играл но супер я прям очень-очень советую всем кому понравился ремейку у кого есть ps5 заценить обязательно док про юфи он того стоит я прошел сегодня все матчи в кондоре тоже и там кайфец такой кайфец это кондор это мини игра которая как clash royale мобильная собственно пока в общем тащусь а ты как что еще играл я поиграл немножечко в game builder гараж я так понимаю она вышла можем про нее нормально уже рассказывать и даже знаешь поиграл не совсем правильное слово я попытался там пообучаться потому что сразу же тебе не дают нормально строиться тебя позволяют пройти обучение обучение работает по троллинговой схеме короче включается такая простая игра где три платформы сверху яблочкой ты управляешь ким-то роботом человечком ну ты по инерции хватаешься за аналог начинаешь пытаться бегать написано что можно бегать на аналог а прыгать на кнопочку б ты тыкс на кнопочку б она не работает ты бегаешь бегаешь нажимаешь нажимаешь начинаешь психовать это включаешь джойкон подключаешь его заново чаш тыкать и думаешь что у тебя сломался геймпад где-то примерно через секунд 30 Когда твои нервы уже на пределе И ты хочешь это все выключить Появляется чувак в виде шарика такого И говорит, что, блин, так игра-то недоделанная Поэтому ты прыгать не можешь И не можешь ее пройти Давай я тебя научу Научу тебя, тварь, как починить игру И все И научил тебя починить игру Там, короче, такие блок-схемы есть Отражающие человечков Управление, вот Но это все в процессе потом дальше тебе объясняют И надо, короче, было привязать просто человечку управление Кнопки Б, прожег И все, и он начал прыгать И ты поднимаешь это несчастное яблоко И вот такое вот обучение Троллинг Чистой воды Прикольненько Ну, оно вроде прикольненько Потом тебе опять начинают про прыжки рассказывать Еще примерно минут 20 И очень это все медленно Русского языка там нет Она полностью на английском Те, кто планировал в это поиграть на русском Сразу успокойтесь, окститесь и забудьте Потому что она полностью на английском Но язык примитивный То есть, в принципе, все понятно, конечно Но Game Builder Garage Это игра, обучающая созданию видеоигр Основам геймдизайна Основам левел дизайна Да, да И пока все это выглядит как игра В которую не стоит соваться Если ты хочешь Не, не, не Все это выглядит как игра В которую не стоит соваться Если ты не хочешь То есть, если ты хочешь именно играть А если ты не хочешь строить Только играть То тогда вот тебе не надо туда лезть Если ты хочешь построить что-то Чему-то научиться Что-то посмотреть Наверное, да, это интересно Причем надо еще тыкать, потому что много там всего Обучение очень большое, долго Это как Dreams на PS5 Да, типа такой лайтовый Dreams Потому что я посмотрел в обучалках какие там игры показаны И они реально очень сильно отличаются визуально И потому как они сделаны, как собраны Короче, я думаю, что тоже это очень вариативная штука Но я, честно говоря, никогда от вот таких игр, которые конструкторы Никогда ничего от них не ждал Но после того, как я поиграл в Mario Господи, скажи мне, да-да-да-да-да, в Super Mario Maker Я очень изменил сильно свое мнение Потому что Super Mario Maker невероятно крут Причем он не крут тем, что там можно строить Он крут тем, что можно играть в то, что построили другие люди А ты Little Big Planet, я так понял, пропустил, да, в свое время? Нет, я играл в Little Big Planet Другие немножко ощущения все равно То есть Little Big Planet тоже круто Но для меня именно раскрылось все благодаря Mario Потому что там, конечно... Это потому что ты Mario Boy Ну вот и все Это единственное объяснение Не, возможно, я исключать не буду Просто как бы я больше как потенциала вижу в Mario Потому что я даже Hardcore, помнишь, снимал по Super Mario Maker Просто там настолько сильно круто люди делают вещи Что, блин, я очень сильно удивлен Плюс саму игру очень классно поддерживали И устраивали там всякие чемпионаты И классные всякие режимы попридумывали Поэтому, мне кажется, если в Game Builder Garage дальше будет опция поиграть в игры, которые создали другие игроки Это уже сразу большой плюс Но изначально я ее там не вижу Я вижу строить и учиться И это, как по мне, плохо Потому что строить... Значит, строить, учиться А есть учиться строить? Ну да, типа подразумевается Короче, как бы вот такая вот штука Если ты хочешь играть, там сразу играть нельзя И это страшно, на самом деле Я не хочу, чтобы мне насильно это запихивали Я хочу посмотреть, что строят другие игроки Потому что я, допустим, сам не фанат вот этого Тыканья на маленьком дисплее Создания каких-то там уровней Мне, пожалуйста, вот Гаммиа Плай И я буду наслаждаться Гаммиа Плай А ты, кстати, как? В Чиволри играл? В Чиволри я, к сожалению, не играл Я просто тебя хотел, знаешь, что спросить? Ты забрал платину Fallen Order для PlayStation 5? Нет Нет? Я не скачивал игрок А, вот и как Но я тебе хочу рассказать одну страшную историю Но ты рассказывал, что у тебя один трофей не выпал Один трофей не выпал Они выпустили патч Так Я перезашел в игру Пошел, короче, скитаться И обнаружил, что у меня не собрано Ну, штук восемь, наверное Не сканировано объектов Хотя я сначала заметил, что только три Пошел по местам былой славы И нашел, что все-таки походу сканировать теперь все можно На одной планете все досканировал Надо еще чуть-чуть досканировать И, видимо, платина все-таки выпадет Потому что именно после патча до этого у меня не срабатывало Я очень сильно удивился, расстроился Теперь все срабатывает Вот такая ерунда Просто всех предупреждаю Вопрос Они добавили какие-то сканируемые предметы новые? Объекты? Или это баг? Нет Объекты старые Это, походу, багануло при переносе сейва Или у меня как-то странно платина на PlayStation 4 выпала Потому что я подгрузил версию для PlayStation 4 Зашел в нее Открыл сейв И да, там у меня тоже почему-то не просканирована часть объектов Хотя по факту платину-то я выбил То есть у меня этот трофей выпадал Читер! Как так получилось? Я узнаю, честно говоря Потому что очень странно Вот Просто может еще такой нюанс Что у меня закончился плюс И сейв с этой всей темой остался в плюсе Понимаешь? А на консоли остался сейв В котором все не досканировано Но так как я никогда особо не заморачивался Вот этой фишкой Знаешь, там типа скопировать сейвы Там еще что-то Это нет Это не должно так работать Скорее всего у меня просто Багануло при переносе сейва И вот такая проблема Потому что не у меня одного Я в интернете находил тоже Разные приколы у людей происходят И у очень многих именно связано Со сканированием вот этих всех объектов Ну посмотрим Я не пробовал Еще попробую А подожди Как сейв надо переносить? Надо версию для PS4 установить, да? Слушай, вообще ничего заморачиваться не надо Ставишь версию для PS5 Заходишь в менюшку Там типа сразу перенести версию Для PS4 Сохранение импортировать Прямо сразу в меню Прямо при входе И все Больше ничего делать не надо А мне эти сохранения еще найти надо Ну, как бы тут дело другое уже Заходишь в игру Идешь к точке медитации ближайшей Садишься И по идее понеслась родная Только не забудь выключить записи Видео Потому что я выключил И все нормально И у меня ничего не вылетало Трофеи просто летели без остановки И все хорошо Ну, отлично Отлично, посмотрим А я попробую досканировать И может дайджест И потом самым текстом напишу Получилось у меня или нет Отлично Ну, собственно, у меня пока что На этой недельке, наверное, все Потому что я готов Рассказывать в аудио формате Что-нибудь на текст оставлю Вот Но вообще у меня, наверное, будет забит мой дайджест Так просто зайдут люди У меня там 150 скриншотов Из финалки И два слова Финалка круто Я еще в Якудзу поиграл Но я ничего рассказывать не буду Потому что, ну, мне просто классно Я просто играю Мне просто классно А что там рассказывать еще? Ну, вот седьмая Якудза Хорошо Может, что-то еще наиграю Может, что-то расскажу Но какой-то конкретики там у меня нет Все Я просто играю и кайфую Наконец-то у меня гармония А так ты играешь, когда кушаешь? Да, я играю, когда кушаю Я играю, когда у меня какие-то свободные минуты есть Благо, теперь там ролики не такие плотные И можно, знаешь, типа потратить 20 минут Насмотреться роликов, кого-то побить И сохраниться, и уйти Вот, а меня сразу всегда на старте останавливало то, Что нужно часовые вот эти вот ролики, постановки просматривать Ну-да И прервать нормально Их нельзя, чтобы не просраться к сюжете А мне стал интересен сюжет Потому что и Чабан красавчик Ну, я немножко еще раз, что поиграл на мобилке в Diablo Immortal дальше Получил там, по-моему, 35-й или 38-й уровень Вроде бы прикольно играется Но знаешь, что меня очень огорчило? Хорошо Игра не заточена под геймпады То есть я подключил геймпад к телефону Она говорит, пошел нафиг с Новым годом Ну, это же не релизная версия, да? Нет, это не релизная Это же бетка, бетка Посмотрим, что будет А еще сегодня взял себе на месяц Не, на 14 дней этот Xbox Game Pass Ultimate С целью заценить работу клауда У них же есть сейчас клауд-система Что на мобильных телефонах и планшетах под Android Можешь запускать игры с Xbox через клауд Я не совсем понял, как это работает Но я это прочитал, подумал Ладно, купил там 3 доллара, по-моему Отдал за 14 дней И думаю, ну попробую Интересно Просто любопытно Все равно получилось дешевле, чем, например, я брал для такого же теста PlayStation Now Поэтому, возможно, завтра что-нибудь в дайджесте расскажу даже по этому поводу Если успею поиграть То есть ты еще не успел пощупать, да? Нет, нет, не успел Ну ясно Ну в целом, вообще эта вся тема выглядит круто Мне тоже она очень импонирует Потому что если ты можешь в какие-то большие, прям по-настоящему крутые игры играть на смартфонах В любом месте, в любое время, это классно Лишь бы была нормальная адаптация геймпадов, чтобы с управлением не было проблем Ну, они добавляют там поддержку сенсорного управления, я знаю Ну, не хочется мне, допустим, сенсором играть Нет, немножко отталкивает Но тут такой момент, что нужен хороший интернет То есть нужен этот самый, как называется? 5G 5, который коронавирус разносит И нужен 5-герцовый Wi-Fi У меня только 2,4 Гц, но я попробую У меня есть дома 5-герцовый Wi-Fi Ну, блин, как-то он так специфически на самом деле работает Может, это вызвано, конечно, моделью роутера Да, 5-герцовый просто более подвержен всяким помехам, по-моему Ну, он, типа, наоборот же выделяет вроде Он, по-моему, у него с дальностью проблемы Ну, он ближе работает раза в два, наверное Да, что у него именно с дальностью проблемы Но он зато на фоне вот этих, так сказать, 2,4 Гцовых Которые вообще везде сейчас абсолютно, во всех домах Я вот сейчас даже сижу за ноутбуком, открываю И у меня Wi-Fi этих соседских Ну, штук 15 отвечают Да, у меня тоже самое Но при этом у кого-то уже 5G-шки я вижу тоже Вот по названию понятно, что это 5G И, блин Круто, да? Значит, и там уже какие-то помехи могут создаваться Другими Wi-Fi-ами, логично это предположить Логично Поэтому я тут ничего, получается, не выигрываю Я просто рад, что консоль подключена к кабелю 5Гц Wi-Fi скорость более высокую обеспечивает Кстати, это я тоже проверял Да, так и есть Там где-то у меня 10-8 мегабит оно шарашило в разницу Судя по тесту Ну, тоже неплохо Это существенно Да, причем Switch на 5G работает, на 5G Wi-Fi Это хорошо А Switch Pro, как думаешь, будет? Ну, естественно Когда? Когда будет? Ну, смотри Логично предположить, что Nintendo захочет заработать очень много денежек И под Новый год выпустит нам Switch Pro Очень сильно подосрет этим Microsoft и Sony Потому что, ты сам знаешь, Switch стреляет без остановки и очень хорошо продается Ну да А там еще SMT будет выходить под Новый год недалеко И еще какие-то релизы типа Advance Wars Поэтому я бы ставил на то, что его к концу года выкатят Там покемошки, короче, в районе осени, да, если я ничего не путаю Новогодний подарок идеальный Можно собрать хорошую коллекцию, выкатить и все будет здорово Ну, подождем, подождем Мне тоже интересно очень, когда он выйдет Ну, мы-то знаем, что на самом деле все нормальные люди будут ждать Elden Ring, который выйдет в январе после Нового года Я что-то не уверен Ты не уверен? Не, я даже читаю вот в Твиттере ленту Люди, которые фанатеют от Souls Очень скептически начинают быть настроены к Elden Ring То есть нету этого хайпа, который был, например, когда разрабатывался Sekiro Sekiro, потому что классный Меньше, буквально Меньше, значительно меньше хайпа Потому что реакция обычно что-то вроде Ну, очередной Souls Болото Ну, вы не удивили Ну, в таком духе, знаешь Потому что Sekiro это было что-то необычное Необычное Это был более динамичный Ну, слушай, тут, обещаю, тоже необычное Но фишка в том, что не показали полноценных кадров геймплея каких-то жестких Показали кучу отрывков, кусочков, боссы, лошади Это как-то не складывается в общую картину, поэтому я бы, наверное... Все смешалось, кони, люди Да, я бы лучше подождал каких-то полноценных демонстраций, а потом бы уже делал выводы Ну, и ты же сам знаешь, в Мейдзаке херня не страдает обычно Будем на это надеяться Я верю и жду А там мы посмотрим, что будет Добренько Ну что, будем закругляться? Да, будем закругляться Окей Всем покедово Ставьте нам, ребят, лайки, если вам понравилось Не жалейте донатиков, если хотите Вот, пишите комментарии, фидбэкайте Мы очень рады всему этому Всем спасибо Всем доброй ночи Наверное, вы это вечером слушаете Или хорошего воскресенья Если вы это решили послушать под кофеек Если решите скинуть нам на кофеек Пожалуйста, в комментариях указывайте, что это для нас по аудиодайджесту Чтобы мы могли дифференциировать Дифференциировать и понимать, что, куда и за что Потому что стратег ждет в будущем разное новое развитие Ждите спойлеры Спойлер, Олег Всем пока-пока Пока-пока